Казахстан Вот они, мгновения радости, гордости и восторга за нашу страну. Но чтобы прийти к этому, тогда еще гражданам Казахской Советской Республики пришлось идти на пролог. Требуют, доказывают. Декабрьские события – это предвестники нашей независимости. В 89-м году Колбин возвращается в Москву первым секретарем ЦК Квомпартии Казахской ССР. Взбирается наш султан Абишевич Назарбаев. Я Назарбаев, первый секретарь ЦК Квомпартии Казахстана. Одно вам могу сказать. Поверьте мне, я не пришел сюда для того, чтобы вас в чем-то обманывать и так далее, потому что, надеюсь, с вами мне работать и видеться придется не раз еще. А положение и вправду было не самым лучшим. На глазах рушился советский салют. Уходили в прошлое, оказавшиеся незыбливыми, устой. Большая советская система начала распадаться. Медленно, но верно. Звенья одной цепи разлетались по разным сторонам. Отсоединился тогда и Казахстан. 25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял декларацию о государственном суверенитете Республики Казахстан. Здесь представлен уникальный документ. Именно та декларация, которая заложила основы государственности нашей страны, в которой обозначена собственная территория, собственное гражданство, государственный бюджет, классические символы страны, флаг, герб, гимн и, конечно же, национальная валюта тенге. Внимание всего мира было приковано к одной из шестой части земного шара. Здесь разворачивались процессы, которые потом повлияли на развитие всего человечества. Одним из таких стало решение Казахстана о закрытии СМИ Палатинского полигона. Можно смело утверждать, что именно этот решительный шаг народа Казахстана и его президента реально обозначил старт демонтажа Советской тоталитарной системы и становление новой казахстанской государственности. Подписал указ о закрытии СМИ Палатинского ядерного испытательного полигона. Тем самым была поставлена точка непрекращаемой гонки вооружения. Казахстан проявил добровольную инициативу, смело отказавшись от одного из крупнейших арсеналов мира. Но этот старт особенный для Казахстана. Ведь впервые сын степей отправляется в космос. Это событие воодушевило народ. У Казахстана появился свой герой и новые возможности в освоении космического пространства. Первый полет казахстанского космонавта еще на один шаг приблизил страну к независимости. Прошли политические реформы. 1 декабря 1991 года прошли первые всенародные выборы в истории нашей страны. Десятки трудовых коллективов проголосовали за кандидатуру на султаном Азарбаева. За него проголосовало 98,8% голосов. Этот документ, наверное, мечтали увидеть многие поколения наших предков. Указ, имеющий силу Конституционного закона о государственной независимости Республики Казахстан, которая юридически оформила статус нашей страны. Но недостаточно существовать лишь на карте мира. Для Казахстана начинается новая цель – стать полноправным участником на мировой арене. 92-й год – это период, когда наша страна уже входит в процесс интеграции, политической интеграции и экономической интеграции. Конечно же, здесь надо отметить, что в январе 92-го года Казахстан стал членом ОБСЕ. В марте 92-го года мы являемся полноправным членом Организации Объединенных Наций. И вот уже прошло более 20 лет, как мы активно участвуем во всех вопросах, во всех процессах, которые обсуждаются на таких диалоговых глобальных площадках. Государству 23 года, но достижения Казахстана сравнимы с вековой историей. Это лишь первый шаг. Шаг к новым целям, к новой жизни.